Сначала нам надо подключить трость в саму, так как это прототип, все питается от пауэрбанка. В дальнейшем будет установлен обычный литий-полимерный аккумулятор с достаточной емкостью для пользования в течение дня, либо двух дней. Константин Бековец в науку пришел не сам, привела мама. Она была его первым научным руководителем в Рибрихинской школе. Сейчас Костя учится в Барнаульском педагогическом лице, серьезно увлекается математикой. Юный ученый создал прототип трости для слабовидящих. На ней установлен датчик, который определяет, на каком расстоянии находится препятствие. С помощью специальной программы на телефоне датчик посылает сигнал на браслет с вибрирующими модулями. Когда перед тростью появляется препятствие, и чем ближе оно становится, тем больше вибромоторов начинает вибрировать. С этим проектом Костя ездил в Москву на Всероссийский конкурс научных работ имени Менделеева. Там ему не хватило всего одного балла до третьего места. Юный ученый уверен, что его разработка легко заменит собаку-поводыря и поможет людям с проблемами зрения легче ориентироваться в пространстве. В перспективах развития мы хотим использовать технологию радиочастотной идентификации предметов. То есть человек сможет определять местоположение различных предметов. То есть утюг, телевизор и что немаловажно, на табличке брали. В планах у Кости избавиться от длинных проводов, найти телескопическую трость для основы и поставить качественный датчик. Лучше всего подойдет автомобильный парктроник. Вот уже прошло немного времени, казалось бы, да, мы ездили в начале февраля на конкурс, а сейчас уже Костя, конец февраля, уже сделал различные изменения в трости, в работе, добавил определенные экспериментальные моменты, которые ему порекомендовали там ученые московские. Кстати, они ему порекомендовали оформить и патент, постараться, да, и доработать данный прототип. Костя работает над умной тростью не случайно. В Ребрихе у него были соседи, которые не могли даже выйти из дома без чьей-то помощи. Но пока слабовидящие люди изобретение Константина на практике не опробовали. Это ближайшее будущее. Вполне возможно, что умная трость скоро появится в продаже, при условии, что Костя запатентует свое столь нужное многим изобретение. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. Наши новости.